Привет всем! Рассказываю, как самостоятельно одеть шину и камеру на колесо самоката Xiaomi Pro, еще его называют 365. Снять шину и камеру с такого колеса достаточно просто, но одеть обратно это целая проблема. И здесь я рассказываю способ, благодаря которому с минимальными усилиями камера с шиной одевается на переднее колесо. Значит хитрость вот в чем заключается. Во-первых, нужно понимать, что желоб, который внутри этого колеса находится, в которой расправляется камера, когда она надута, он очень глубокий. Вот я вот примерно засовываю, вот он уперся. То есть он под углом там, ну вот, где-то вот такая вот глубина получается. И этот желоб, как раз таки, вот эта вот вогнутость по кругу, которая там находится, она как раз таки дает возможность для маневра. Если пытаться надеть шину просто обычным способом, с помощью рук или с помощью вот такого вот инструмента, нескольких штучек таких, то это будет очень сложно. Это может получиться только если сама камера мягкая. Если камера жесткая, практически это забортовать вот такими штуками не получится. А в чем же хитрость? Хитрость в том, чтобы перед тем, как начинать одевать шину и камеру на колесо, ее необходимо сделать с самого минимального диаметра. То есть диаметр имеется в виду вот здесь. То есть она должна быть вот этот вот диаметр. Он должен быть не расправлено, эта шина должна быть вместе с камерой, а должна быть максимально скручена. То есть в таком виде, когда оно в естественном виде расправлено, надеть очень сложно. Забортовать вот этот вот край, даже если нижний уже зашел, а верхний засунуть под край самого колеса будет очень сложно. Но если взять и стяжечками, вот четыре стяжечки, стянуть шину с камерой так, что она уменьшится в диаметре, то тогда вот особенно в месте, где начинает, с какого начинается одевание колеса, эта камера с шиной, она максимально уйдет в глубину вот этого желоба. И вот этого запаса хватит, чтобы без особых усилий просто надеть колесо, дальше уже колесо надеть. Я сейчас одел, и вот даже видно, что оно скрученное, вот можно даже разглядеть, сейчас я попробую показать, что виден даже, как бы, ну через проход виден пол. Вот что дает вот это вот скручивание с помощью обычных стяжек. То есть последователь операции следующее. Вначале засовывается сдутая камера и засовывается ниппель в свое рабочее положение. Естественно, в этом месте по рекомендациям с другого видео здесь немножко рассверлено, металл с той стороны тоже немножко выбран, чтобы можно было этот ниппель легко вставлять. Потом спущенная камера просто обкладывается вокруг колеса, сверху на камеру надевается шина. Все это происходит в таком состоянии, что эта часть шины забортована, а вот эта часть шины, она находится, ну вот здесь вот сверху. То есть в таком вот под углом 45 градусов вся шина повернута. И камера прокладывается в шину по кругу. После того, как камера в шину проложена, нужно взять стяжки. Можно, в принципе, не обязательно стяжки, можно и воспользоваться четырьмя шнурочками, чтобы потом их развязать и потом их снять. И колесо стягивается таким образом, чтобы диаметр его уменьшался. Самое главное, когда происходит стягивание, не сделать так, чтобы колесо промялось. То есть бывает так, что начинаешь стягивать и вот эта верхняя часть шины, она волной начинает внутрь проминаться, вот так вот проминаться. И потом вот так вот все стягивается. То есть такого нельзя допускать. Колесо должно быть стянуто именно так, чтобы оно было круглое и у нее просто уменьшился диаметр. После этого колесо ставится ниппелем вниз. Внизу оно уже одето, а сверху просто сильным движением очень легко шина с камерой оделась на колесо. Теперь осталось только стяжки снять, накачать колесо, проверить и все. То есть в принципе дома домашними способами, без всякого шиномонтажа можно забортировать шину с камерой на переднее колесо самоката Xiaomi Pro 365 и прочих подобных же моделей. Удачи всем!